Пришло время извлечь уроки и сделать выводы. Первое. Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам. И, простите меня за это выражение, доверять власти. Если вы ее избрали. Второе. Необходимо активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения. И дальше развивать свое производство лекарств. Вы увидели, насколько это перспективное направление. И та борьба, которая развернулась в мире за первенство создания вакцины от COVID-19, подтверждает мой тезис на кону миллиарды долларов. А вспомните, буквально полторы-пятилетки назад мы производили всего 13% собственных лекарств. И тогда президент поставил жестокую задачу. 50% не меньше. Сегодня имеем 60%. И это нас спасло. Третье. Жизнь показала правильность создания системы межрайонных медицинских центров. Так называемых опорных клиник. Мы их будем развивать. А также переоснащение служб скорой и неотложной помощи. Эта работа должна быть завершена максимально быстро. На это направим все средства, выделенные международными финансовыми организациями. Все до цента. В том числе продолжим оснащать региональные клиники компьютерными томографами. Мы убедились, насколько это необходимо. Четвертое. Создание так называемых контакт-групп, оснащенных транспортом и оборудованием, существенно повысило возможности первого звена. И сейчас нам надо найти место подобным мобильным группам в системе оказания медицинской помощи. Это уже новация. Новация, которой в мире не было. Пятое. Как показала пандемия в зоне риска, люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни. Правильное питание, свежий воздух и занятия спортом. Свежий воздух и занятия спортом. Это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома, будете болеть всегда.